Хенеси, дагестанский коньяк, вино и чача. И даже спирт на разлив. Всего 740 литров. Целый алкомаркет в Жигулях. Палёный алкоголь прямо на автотрассе недалеко от Армавира продавала местная жительница. Полицейские прикрыли точку. В Мостовском и вовсе организовали целый спиртзавод по производству брендовых напитков. А эти магазины легальные, но качество продукции у полицейских вызывает сомнение. Именно поэтому приехали с проверкой. Получена информация, что здесь могут торговать фальсификатом. Такие рейды в пик курортного сезона проходят на всём Азово-Черноморском побережье. Всё побережье у нас практически наполнено фальсифицированной кукульной продукцией. Анапа как один из лидеров можно назвать в этой сфере. Также из районов края можно отметить Успенский район. Тоже большое количество изымается фальсифицированной кукульной продукцией, которая поступает к нам из ресурсов к Северному Кавказу, ввозится в край. Только по итогам этого года по факту выявленных фальсификатов заведено 9 уголовных дел. Зачастую предприниматели получают лицензию на один вид алкоголя, а потом заодно торгуют и другим горячительным. Такое утверждают правоохранители сплошь и рядом. Штраф за нелегальную торговлю от 2,5 до 5 тысяч рублей. Но эти деньги продавцы могут заработать за час. А это уже Анапа. В детской республике недетские напитки продают на каждом шагу. Фиксируем все на скрытую камеру. Но продавец все равно подозрительно реагирует на расспросы. Обычные покупатели, как правило, документами на продукцию не интересуются. Вот, к примеру, жители Красноярска признаются, к местному алкоголю относятся с недоверием. Но все равно пьют, потому что атмосфера отдыха располагает. Вы часто вообще вино покупаете? Ну, местное, где-то сколько больше. Армян, скажем, в мазер-пожаке. Местное не нравится вино? Вот это вот место. Но дома это... Мы бы не купили дома у себя. На курорте, как правило, алкоголь идет на ура. Местными напитками в основном интересуются приезжие. Сертификаты, лицензии не смотрят. Ориентируются на вкус. Фанагоре. А, фанагоре нравится. Фанагоре, да. Порой суррогаты с ароматизаторами и красителями предприимчивые бизнесмены называют кубанским вином. Для многих выгоднее приготовить фальсификат, чем годами выращивать виноград, а затем еще потратиться на оборудование. О проблеме качества алкоголя не раз говорил губернатор. На недавней сессии Краевого парламента вновь озвучил свою позицию в отношении подделок. Рынок, особенно винопродукции, таит другой. Полно суррогата, случайных изделий, за которыми стоят, конечно, не случайные люди. А крупные синдикаты, которые выросли в последние годы не только за пределами на крае, но и внутри. Это подтверждают и те мероприятия, которые проводят правительные органы. И сегодня разоблачают тут, то здесь крупные компании, которые занимаются подделками в большом количестве. У нас дошло до абсурда. Соседние территории, они вина больше разливают, чем мы, производящие виноград. Мы выйдем на ассоциативы в парламент Кубани для принятия таких поправок, для того, чтобы вытеснить этот суррогат с наших рынков. И чтобы неповадно было не только торговым сетям, но и, конечно, оптовикам, оптовым корпорациям, которые сегодня успешно его распространяют. Поэтому я думаю, что мы все вместе очистим наш рынок и сделаем кубанского винного товаропроизводителя действительно номер один. Сегодня Кубань производит ровно половину российского вина. И чтобы защитить легальных производителей, краевые власти готовы пойти на самые жесткие меры не только внутри региона, но и за его пределами. Кто подрывает имидж добросовестных кубанских производителей? Мы решили сегодня выяснить. И сделали контрольную закупку в одном из магазинов «Анапы». Купили две бутылки вина. Эту продукцию мы сдадим в экспертную лабораторию, а уже через несколько дней сообщим вам результаты. Евгений Вольский, Антон Калиниченко, 9 канал «Анапа».